Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Посмотрела я всего лишь один видос. И то, наверное, бы я сделала выходной, если бы не одно «но». Похудела на 16,5 килограмм за 10 недель. Решила слезть с иглы. Последние замеры. Худею без диет со 115 килограмм влог. В общем, Нинок решил опять себя там измерить. Как всегда, когда я смотрела именно на картинку, я увидела опять перекошенные двери, перекошенные стены, перекошенный шкаф. И было понятно, что Нинка опять вся на фильтрах. Хорошенько она себя втянула, да так втянула, что аж стены перекосила. В каком месте и когда она похудела, опять же, непонятно. Эти ужасные замеры, этот живот безобразный. Это же какое стыдобище вываливать все это на весь мир. Но, знаете, и так эта песня затянулась надолго. Пускай уже бы жрала. Все равно постоянно слушать вот это вот барихалово бесконечно, если честно, уже настолько надоело, что вот, знаете, смотришь все эти видосы, да, которые она снимает, и вот абсолютно даже нечего обсудить. Правда, ребят? Мне даже как-то в комментариях написали. Оль, что у пиратки видосы, что обзоры ни о чем. Я согласна. Я согласна, ребят. Я согласна даже при том, что это как бы и претензия ко мне тоже. Потому что, ну, не знаешь, что здесь говорить, потому что одно и то же. Но хочу немножечко-немножечко разбавить ситуацию. Я не знаю, могу ошибаться, но хочу, чтобы мои зрители тоже как бы высказали свое мнение. У меня в комментариях написали, чтобы я посмотрела момент, когда Нинка взвешивалась. И я посмотрела один раз, но так как я все время на ускоренном смотрю, я как бы и не рассмотрела. А надо было обратить внимание на ноги. Тогда я сделала скорость 0,5, а не норм. Ребят, и что я вижу? Я вижу не женские ноги, а мужские ноги. Ребят, ну не могут быть у 115-килограммовой, хотя в жизни не поверю, что она весит 115, по той причине, что у меня подруга 130 весит. И она худее Нинки выглядит. А это, видите ли, уже прям сотку стало весить, 99 двойное число. Так вот. Посмотрела я внимательно на ноги, которые она засветила в ванной. Но, ребят, ну не женские это ноги. Не могут они быть настолько худые. Вот это явно как мужская нога. Как она это монтирует, я не знаю. Но у Нинки в комментариях я прочитала. Вранье, сплошное вранье. Когда с весов сошла в ванной и вес показала не сразу, склейка была. Кто внимательный, заметит это. Заканчивай врать. Вот, похоже, и ноги, когда она засветила. Возможно, это был Вовкин вес и Вовкины ноги. Ребят, ну я не знаю, что сказать. Ну, ноги на Нинкины совершенно не похожи. Далее я вернулась к старому видеоролику, где Вовка взвешивался. И видны были Вовкины ноги. И где Нинка взвешивалась. Как раз-таки для себя сделала скрин. И посмотрела, ну реально, очень похоже на ноги Вована. Везде, ребят, вранье. Я не могу утверждать на сто процентов, что ноги Вовкины. Но это не женские ноги. Это не женские ноги. Это самые настоящие мужские лапы. В общем, ребят, то, что она врет, это понятно. То, что она дурит людей. И не только людей, возможно, еще и эту компанию, которую она рекламирует с этими уколами, которые она не колола. Я не думаю, что она такая дурная и глупая, чтобы колоть уколы и вредить себя, себе. Если бы она колола эти уколы, то побочки бы перли, судя по ее здоровью. Но никаких побочек не было. Абсолютно никаких. Нинка чувствовала себя великолепно. Но, правда, начитавшись, что побочки должны быть, она все же говорила про эти побочки. Читаю у Нинки комментарии. Весы. Два ноля. И ноги, товарищи. Это ноги Фуфла. Ответы. Сто процентов. Фуфел под девяносто. И она типа, а по виду, в два раза больше его. Значит, не только я это заметила и мои подписчики. Значит, и Нинкины тоже все это дело просекли. Ну и дальше, мои дорогие, еще один комментарий. Если бы ты стояла на весах, а Фуфел бы снимал, тогда бы мы поверили. Это вес Вована твоего. И ответ однозначно. И, кстати, еще один хороший комментарий ей написали. Если я буду худеть, то буду худеть для себя. А сейчас для кого худели? Действительно, Нинок. Ты для кого худела? Наверное, для нас. Так для нас вот и худела бы. Худела бы. Но ты же не похудела. Для нас ты точно не похудела. А для себя тебе и не надо подавно. Потому что жрать ты любишь. И жрачку ты в жизни не оставишь. Ну и да, Нинка сказала, что больше она не будет колоться. Все. Игла уже больше не для нее. Она хочет как-то пожить без иглы. Она сказала, что не уверена. Возможно, еще и вернется к игле. Но пока она будет пытаться худеть сама. Лучше она меньше сбросит, да. Но сама. Ну, да, Нинка, мы знаем, что с темы уже пора бы спрыгивать. Что просмотры падают. Дохода никакого нет. Один убыток. И не знаешь, как уже что придумывать. Как уже обманывать. Мы все это прекрасно понимаем. Но только ты не забывай, дорогошечка, что мы не слепые и не бестолковые. Мы все прекрасно видим. Врешь ты сама себе. Ну и своим поклонникам, которых у тебя раз, два и обчелся. А вообще, что бы ты ни снимала, все всегда будет тухляком. Ну, во-первых, у тебя уже там отливы и приливы. И слова в голове путаются. И память подводит. Поэтому, что там впереди будет у тебя, мне даже страшно представить. Да, и хотела тебе сказать, Нинок, ты где потеряла пупок? Ты, когда найдешь его, обязательно покажи. А то чё-то как-то зрители тоже ищут, ищут. А найти не могут. А оказывается, ты сама его уже сто лет не видела. Ну, всё, ребят, я не знаю, что ещё можно там обсуждать. Одну сплошную брехню, которую мы видим, врать она не перестанет. Она будет продолжать брехать. Даже не знаю, ребят, что ещё сказать. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok